Работа региональных властей будет оцениваться по новой методике. Изменения вступят в силу с начала следующего года. Какие показатели учтут при составлении рейтинга лучших регионов, обсудили сегодня члены правительства. Об этом и других вопросах повестки дня в сюжете Дмитрия Ковалева. Оценивать работу органов власти с начала следующего года будут по более чем 20 показателям. Все они прописаны в недавно опубликованном указе президента страны Владимира Путина. Глава республики отметил, что это стратегический документ. Самый главный ключевой показатель – оценка населением работы вообще с вопросами, которые касаются органов власти. В список получателей грантов правительства по итогам работы за прошлый год республика не попала. Руководитель Минека отмечает, что главная причина этому – снижение доходов. Оценивали три года, то есть это 14, 15 и 16. Это последний рейтинг. В 2014 году у нас показатели по собственным доходам были на уровне 104%. В 2015 году в связи с кризисным явлением мы немножко просели, показатели были чуть больше 100, около 101%. Но сегодня по 2016 году ситуация исправилась. Темп роста собственных доходов – 111%. Интегрированный показатель – это около 105%. Он недостаточен для того, чтобы, поскольку еще раз он весомый самый, мы вошли в число лидеров по достижению лучших показателей эффективности деятельности. Новая методика, считает министр, будет оценивать работу властей более объективно. И у республики появятся шансы занять лидирующие места. Рассматриваются такие, как и дорожное покрытие, и железнодорожное услуг, и железнодорожное хозяйство, преступность как разве. То есть процессы вовлечены теперь будут не только органы власти, но и местным самоуправлением, и федеральные органы власти. Поэтому сегодня вся республика, весь институт власти будет нацелен на достижение лучших показателей. И еще одна важная новость. Республика получит более 600 миллионов рублей от Минстроя России. На какие это объекты? На два детских дошкольных образовательных учреждений в городе Чебоксары. Это Новый город, это соляной микрорайон, где на самом деле жители поднимали. Практически с учетом новых санпин требований создадутся дополнительные места для детей. Кроме этого, три дороги в микрорайоне. Солнечный, 14 микрорайон, это Ново-Южный район, улица, Асламаса, это мы сами представляли. И Новый город. Наши обязательства не следующие. Мы в этих микрорайонах должны строительство жилья обеспечить, вводить 235 тысяч квадратных метров жилья. Члены Кабмина внесли корректировки в госпрограмму развития жилищного строительства. Мы увеличим объем финансирования госпрограммы на 1,8 миллиарда рублей. Можно сказать, произошел скачок по выдаче ипотечного корректирования в целом по республике на 26,5%, что, соответственно, привело к увеличению показателей на 800 миллионов рублей. Довольно-таки значительное изменение. В Доме правительства обсудили и планы по созданию республиканского IT-кластера. Сейчас будущая ассоциация проходит госрегистрацию. На союз специалистов возлагают большие надежды. Он должен повысить фразы конкурентоспособность отечественных информационных продуктов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.